я приветствую всех бойцов спортсменов путешественников всех тех кто желает более профессиональными и опасными войнами с этим грозным инструментом значит в этом видео хочу поговорить на такую интересную тему как ближний бой с топором особенно в ограниченном пространстве и тем самым развеять миф о том что топор не является эффективным оружием в зданиях или еще раз пространство которые каким-то либо образом ограничены этот миф исходит из того что так топором нельзя сильно замахнуться пространстве которое как-то ограничено тем самым им нельзя и нанести очень сильный рубящий удар за который топор так известно в этом видео я вам покажу конкретную методику и технику ведения боя которая развеет этот миф и сделает вас очень опасными и профессиональными войнами с топором поэтому давайте приступим к этим конкретным упражнениям и я вам покажу как все-таки нужно вести бой в закрытом пространстве с топором смотрите итак если ситуация позволяет и если ваши руки свободны то перед тем как вы зайдете в то здание или в то ограниченное пространство куда вы следовали я рекомендую вам взять топор вот именно так это принципе как вы выдержали винтовку или автомат то есть одна рука держит рукаютку топора в самом низу другая в самом верху и вот почему если вдруг на вас кто-то нападет в этом ограниченном пространстве вы должны моментально быть готовы отразить это нападение и нанести удар по вашему сопернику на двух самых важных дистанциях ближнего боя значит первое из них это максимальная дистанция на которой вы можете нанести хоть какой-то удар по вашему противнику не отпуская оружие из ваших рук начинает дистанция определяется длиной вашей руки и длиной вашего оружия вот почему так важно держать рукоятку топора в самом низу когда вы заходите какое-то здание и любое другое ограниченное пространство именно для того чтобы не теряя ни доли секунды моментально быть готовым нанести отражающий удар или даже атакующий удар по вашему противнику еще раз на этой максимальной дистанции но если вы держите длинное холодное оружие какое бы оно не было самом низу то она становится крайне неэффективным если вдруг противник смог как-то умело сократить дистанцию между вами или напал на вас внезапно из-за угла и так далее и теперь вот он перед вами вплотную а ваше оружие где-то вот там то есть вы понимаете сразу же проблему топор одно из немногих оружий которое позволяет быть одновременно и оружием дальнего боя и оружием очень ближнего боя и вот почему как я уже показал только что вы можете схватить топор самом верху рукоятки у горла и соответственно вступить контакт с противником еще раз на этой плотной очень очень близкой дистанции и теперь вы понимаете почему очень важно держать топор рукоятку топора еще раз одновременно внизу и вверху потому что когда вы заходите то ограниченное пространство вы готовы вступить в любой вариант боя будь то он очень близкий или будь это какой-то дальний бой вы зашли в здание значит противник только на вас начинает нападать и он вот в двух метрах от вас или ближе вы моментально наносите останавливающий удар по противник еще раз вы зашли в здание но вы не видите противника заходите за угол и вот он вам в лицо вы моментально вступаете в контакт уже держа топор у самого горла вот почему я рекомендую вам заходить в любое ограниченное пространство и держать топор ваш руках именно так но теперь давайте продолжим наш рассказ с того как это все совместить сбалансировать и выработать какую-то более менее уже высоко точную стратегию по которой вы будете вести бой с противником еще раз в ограниченном пространстве где нет много места чтобы размахивать вашим топором и так когда вы зашли в здание допустим и начинаете продвигаться по нему то вы должны умственно просчитывать шаг за шагом а что я буду делать вот в этом коридоре вот в этой комнате вот когда я зайду за эту дверь и так далее и стандартную базовую технику которую вам предлагаю является следующий просто набор конкретных действий которые мне кажется подойдут практически для всех ситуаций первое из них пытайтесь конечно же держать максимальную дистанцию от того места которое за которым или где вы не видите что может скрываться противник чтобы он не подошел к вам вот так вот ну потому что если произойдет шансы что вы получите смертельную травму или очень серьезные травмы возрастают астрономически поэтому ваша задача держать вашего оппонента на максимальной дистанции от вас и поразить вашего противника именно там поэтому еще раз вот почему мне нравится этот удар на поражение на вашего противника на этой максимальной максимально отдаленно от вас и дистанции значит вы наносите раз-два удара если вдруг вы сталкивались противник после этого когда вы нанесли эти два удара и рекомендую вам сразу же взять оружие ваш топор горло из этого из этой позиции у вас есть теперь два варианта если противник остановился или как-то притормозил свои действия по ближению сближению с вами то здесь как я показывал вам предыдущем видео я рекомендую через взять топор вот так близко у горла максимально высоко рукоятки максимально ну вот как вы примерно видите сейчас на камере и метнуть топор вашего оппонента еще раз в предыдущем видео я показывал как практически можно метать любой топор и чтобы он вошел лезвием носом вперед в противник если же противник сближается так быстро или вы по какой-то причине решаете что метать топор противнику будет неэффективно опасно и так далее то все равно вот именно такая хватка после этих двух останавливающих ударов вам рекомендуется мной вот почему вы вернули топор максимально близко своему телу так как противник сближается и сокращает дистанцию вам предстоит ближний бой поэтому когда вы вернули свой топор вот так вы сразу же наносите удар по вашему противнику так вы его держите очень близко вы можете теперь набирать амплитуду вы можете работать на очень короткой дистанции и вот что теперь я вам предлагаю делать еще раз вы сделали раз останавливающий удар 2 останавливать вернули топор вот в такую позицию теперь вы замахиваетесь и наносите стандартный рубящий удар топором теперь смотрите что происходит вот где нижняя часть рукоятки топора оказывается после стандартного рубящего удар сразу же здесь я вам предлагаю так мне нравится чтобы бой с топором был максимально сбалансирован и ритмичен и последовательный друг за другом и максимально эффективно то теперь если вы так ударили у вас есть вариант либо поднимать топор собственной силой плеча либо что предлагаю вам я это схватить еще раз низ рукоятки и теперь когда вы нанесли этот удар так как рукоятка прям садится вам руку добровольно вы полной силой вкладываетесь можно даже свою ногой как вы знаете удар карате вы вкладываетесь вашего противника вот таким ударом значит вот вы нанесли удар перехватили топор и теперь эта рука фактически может быть толкающий а рука которая держит его в самом верху направляющий и теперь вы наносите удар по вашему противнику снизу вверх острием носом и лезвием разрезая поражая вашего противника еще раз разрезая их не одежду за исключением бронежилета такой удар будет очень сильным и достигнет можно так сказать своей цели то есть плоти противника и нанесет серьезный удар может он не будет поражающий но это очень сильный режущий и одновременно колющий удар топором и за ним большая сила потому что его прям толкаете всей своей массой тела но значит я хочу немного вернуться самое начало еще раз рассказать вам как правильно делать вот этот останавливающий удар на максимальной дистанции от вас так как мне кажется я не сказал все что я хотел значит как вы видите когда вы заходите в здание ваша рука которая держит рукоятку топора в самом низу она как бы уже натурально находится ниже чем та рука которая держит рукоятку топора вверху то есть вы примерно держите топор вот именно так именно такая позиция и позволяет вам нанести вот этот останавливающий удар на максимальной дистанции от вас очень эффективно и быстро потому что все что вам нужно сделать это фактически просто выпрямить руку и тем самым остановить противник вы выстреливать практически вот так топором под углом примерно 40 45 градусов зависимости конечно же от ситуации и роста вашего противника но вы целитесь носом острием вот углом топора примерно противнику в горло и выше то есть горло голову и самые открытые самые эффективные часть тела в которые можно попасть но конечно же можете ударить и в живот и выше и в грудь это тоже будет очень сильный удар если на противнике нету какой-то сильной брони или толстой одежде которую вы просто не пробьете а теперь давайте соберем эти первые пару ударов в одну очень смертельную комбинацию и так вы зашли какое-то здание или ограниченное пространство и вдруг вы видите как противник начинает сокращать дистанцию между вами соответственно нападая на вас как только вы готовы и считаете что именно это правильный момент вы наносите первый останавливающий удар второй останавливающий удар и возвращаете топор вот такую исходную позицию разрешая рукоятки скользить по вашей руке останавливает опор у горла и теперь вы наносите рубящий удар вот именно как я уже вам показал дальше вы хватаете рукоятку самом низу и наносите второй контур удар по вашему противнику вот какая комбинация давайте теперь я ускорим раз два три нули ударе вот что я вам предлагаю идет сразу же моментально если вдруг кто-то на вас напал но теперь что делать дальше так как все должно быть еще раз ритмично синхронно сбалансировано каждое упражнение дарол должно прям вливаться в следующий следующее упражнение каждый удар должен вливаться следующий удар с топором так как все-таки оружие это тяжелое и вам нужна фактически скорость и ритмичность когда вы работать с таким оружием значит вот что я вам предлагаю еще раз давайте повторим удар останавливающий удар останавливающий возвращаете топор носите стандартный рубящий удар хватайте рукоятку наносите контурдар можете нанести его два раза теперь смотрите что происходит вы опять подняли топор вверх все что вам нужно сделать согнуть локоть и теперь нанести особенная работа корпусом очень сильный рубящий удар после такого рубящего удара вы можете опять нанести контур удар рассекающий колющий потом опять рубящий то есть вот вы можете так работать вы теперь понимаете всю эффективность топора и откуда идет сила она идет не из-за того что вы замахиваете и как стандартном ударе топором разрешать просто весу железо набрать скорость и позволяя топору большую амплитуду вы наносите стандартный удар по парам который является таким эффективным здесь вы работаете толчками вы работаете корпусом и вы фактически вталкиваете в втыкаете топор вашего противника именно на ближней дистанции где нету это этого свободного пространства вы как раз и компенсируете это еще раз вашей силой вашей работой корпусом и топор вновь становится очень эффективным для вас и может спасти вашу жизнь так вот но теперь смотрите продолжаем дальше еще раз все собираем вместе каждый раз нужно повторять повторять чтобы все это было отработано до автоматизма значит удар останавливающий останавливающий возвращаем наносим удар контур удар рубящий удар контур удар можете здесь замахнуться и теперь вы можете работать каким образом значит у вас топор находится в двух руках и вы теперь можете вот рукой который вы держите у горла еще раз взять и сделать ее направляющей а этой рукой фактически просто убирать рукоятку чтобы она не цеплялась за одежду и просто вести топор когда нужно придавая ему более сильную оттягивающую или втыкающую силу то есть вот вы замахнулись теперь может сделать боковой куда развернули нанесли боковой удар с другой стороны можете бить с угла с углов но вот как вы видите когда вы держите рукоятку внизу а главной рукой рукой который вы держите опору горла наносите в конкретные удары это вам разрешает нанести очень эффективные четкие сильные удары тем самым не задействуя ваше пространство которое и так ограничен не задействуя большое пространство которого у вас нет то есть вот следующий удар который вам я рекомендую отработать теперь так как в бой вещь непредсказуемая и вы можете просто-напросто забыть все что я вам здесь показал то я рекомендую вам отработать до автоматизма один единственный очень опасный и эффективный удар топором в ближнем бою этот удар настолько прост что все вы про него знаете но наверное мало кто задумался о том чтобы его отрабатывать и здесь я также покажу вам вот именно самый эффективный вариант этого удара значит удар довольно таки просто просто стандартный удар кулаком по вашему противнику вы наносите его только вместо кулака лезвием топора можете носом остроем топора но небольшой всего лишь нюанс который по крайней мере я вам рекомендую это то что я предлагаю вам чтобы вы наносили этот удар как делают это каратист то есть они его не наносят не сбоку не показывая что они сгибают локоть не снизу никакой там боксерский джаб хотя все они конечно же эффективный но каратисты наносит удар как стрела они выпрямляют руку вот максимально скажем так в прямом варианте то есть как будто бы они бьют через трубу представьте что перед вами труба и вот так вы выпрямляете свою руку чтобы не задеть края этой трубы и нанести такой удар противник его просто очень плохо будет видеть этот удар будет очень быстро еще раз как стрела и соответственно когда у вас в руках топор то такой удар становится очень эффективный быстрый и опасно когда у вас в руках вот такое лезвие и вы выпрямляете руку максимально прямым образом то этот удар очень точный и еще раз очень опасны для вашего оппонента вот практикуйте такие удары топором и отрабатывайте их до автоматизма ну а теперь я хочу сказать что вы не забывайте если вдруг вы начинаете побеждать вашего противника и он начинает от вас отступать то это не значит что он убегает все что противник может делать это развернуться набрать дистанцию то есть развернуться и опять напасть на вас поэтому здесь не забывайте что вы можете метнуть любой топор на дистанцию которая будет превышать ту максимальную то есть дистанцию вашей руки и оружие и метнуть этот топор очень эффективно вот такого негодяя соответственно не забывайте про такой прием ну а теперь давайте все это еще раз соберем вместе и еще раз посмотрите еще один вариант того первого сегмента этого видео где я уже работал очень быстро с топором смотрите ну что надеюсь видео вам понравилось я благодарю всех тех кто решил досмотреть его до конца и специально для вас я решил открыть вот такой секрет это в принципе модификация которую мы делаем для всех топоров нашей сборки и вот в чем значит она заключается может кто заметил на конце рукоятки у меня есть вот такая крышечка сверху вы видите вот такой шуруп давайте его выкрутим вот так выкручиваем наш шурупчик теперь снимаем крышечку и оттуда достаем вот такой острый железный штырь теперь дружественно и не спеша скручиваем этот штырь и получаем топор который намного эффективнее чем он был только всего лишь одну минуту назад теперь вы понимаете насколько опаснее и эффективнее становятся все те удары которые я вам показывал будь то отталкивающий будь то контрудар двумя руками с поворотом корпуса даже если это просто боковой или любой другой удар и вы промахиваетесь лезвием топора то вот этот штырь проходя по плоти противника будет наносить очень сильную травму поэтому безусловно топор с таким штырем намного эффективнее чем один в один топор без такого штыря и здесь конечно же нужно сказать что да его нужно вкрутить до того как вы зайдете в какую-то опасную зону поэтому безусловно это берет время но очень часто есть такие ситуации где у вас есть время собраться подготовиться и теперь вы знаете что вот там может быть противник там может быть дикий зверь и мне лучше такой штырь вкрутить мой замечательный топор поэтому вот что я хотел сказать но некоторые люди могут спросить или заметьте что а если такой штырь сломается что делать тогда ну если он сломался и вы его не можете вытащить то у вас остается замечательный топор который вы уже знаете как профессионально работать но если вы все-таки можете выкрутить этот штырь или что от него осталось то вы делаете именно так потом берете любую прочную тонкую палку затачиваете и тем же топором который у вас есть и скручиваете и там туда где был этот штырь и теперь у вас создается или у вас в руках теперь может быть одноразовая пика может она сломается что в принципе не так плохо так как если вы вгоните эту палку вашего противника и она там сломается то ваш противник остается вот с таким подарком если же он ее особенно не может достать то фактически вы нанесли очень серьезную и постоянную травму которая будет теребить вашего соперника пока он будет сопротивляться вам или нападать на вас поэтому не так плохо что это палка сломается и вы всегда можете туда вставить новую палку вот какой интересный момент который я хотел вам раскрыть ну а теперь пора завершать это видео значит я хочу отметить что все что я вам показывал применяйте в добрых целях по защите своей жизни защите слабых всегда будьте на стороне закона не нарушайте его это я показываю не для всяких бандитов и людей которые хотят причинять вред это я наоборот показываю для людей которые защищают свою страну свою семью которые хотят сделать что-то полезное в этом мире и хотят выжить пока они это делают значит хорошие топоры хорошие уроки для хороших людей благодарю за внимание и до скорых встреч в следующих видео счастливо